Атмосферу, царившую в ходе первой встречи канцлера Германии с президентом США, никак нельзя назвать непринужденной. Комментаторы едины в том, что Ангеле Меркель и Дональду Трампу было трудно скрывать пропасть, что разделяет их, несмотря на все усилия, демонстрировать настрой на партнерство. Символично, что больше всего шума наделала в соцсетях история о не случившемся рукопожатии в овальном кабинете Белого дома. Когда в ответ на просьбу фотографов пожать друг другу руки, канцлер повернулась к американскому президенту с вопросом «ну что, пожмем?», но осталось без ответа. По мнению СМИ и простых пользователей, ободряющие улыбки Ангелы Меркель не смогли скрыть постоянную нестыковку позиций. Еще одним доказательством стал вопрос немецкой журналистки на совместной пресс-конференции двух лидеров. Кристина Дунц, вопрос госпожи Меркель, насколько опасна, по-вашему, изоляционистская политика президента США? И вопрос господину Трампу, почему вы так боитесь плюрализма СМИ и так часто говорите о сфабрикованных новостях, а также любите сообщать о неподтвержденных фактами событиях, например, о том, что Обама прослушивал вас? Ну да. Предпочитаете, чтобы я начал? Милый и дружественный репортер. Я торговец, справедливый торговец, торговец, который желает всем в мире добра. Но я не изоляционист, каким бы богатым воображением вы не обладали. Не знаю, какие газеты вы читаете, но догадываюсь, что эти газеты изобилуют тем, что вы как раз назвали сфабрикованными новостями. Проведя переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе урегулированию на Украине, распределению расходов в рамках НАТО, борьбе с исламским терроризмом, Дональд Трамп с семьей вылетел на выходные в свое имение во Флориде Мар-Алаго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова